В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Заводы корпорации «Технониколь» запустили еще одно производство. В конических оврагах пруды молочного цвета и рязанцы примут участие в соревнованиях «Солнечная регата». Новые технологии в строительстве предлагают внедрять рязанские производители. Заводы корпорации «Технониколь» производят современные строительные изоляционные материалы. В среду запустили еще одно производство. Новый цех продемонстрировали главе Минстроя Михаилу Меню. Благодаря выпуску черепицы на предприятиях «Технониколь», которых в регионе уже семь, Рязань называют кровельной столицей России. Теперь у города есть все шансы примерить и статус столицы теплоизоляции. «Пир на весь мир» – таков девиз запуска нового производства. «Пенополизоцинурат» или сокращенно «Пир» – это уже зарекомендовавший себя на международном рынке теплоизоляционный материал нового поколения. Открывать завод приехал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Сегодня, безусловно, событие знаковое не только для компании «Технониколь», но и для всей строительной отрасли, для всей промышленности Российской Федерации. Торжественную церемонию также посетили первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин, вице-губернатор Сергей Филимонов и президент компании Сергей Колесников. Вместо красной ленточки они сложили из пир пазла в земной шар и оставили на нем свои пожелания. «Технониколь! Пир на весь!» Производство этих энергоэффективных материалов на базе рязанского предприятия является, по сути, новым для России. Высокая механическая прочность, минимальная водопроницаемость, уникальная теплопроводность, высокие противопожарные характеристики. Такое уникальное сочетание характеристик заслужило мировое признание. Предприятие создали на мощностях бывшего ЗИЛа. Здесь установлена уникальная производственная линия, не имеющая аналогов в СНГ. Ее мощность составляет около 30 миллионов квадратных метров продукции в год. Это в два раза превышает скорость аналогичных европейских предприятий. «Запуск нового линии приведет к изменению конфигурации рынка теплопроводных материалов Российской Федерации». Одной из уникальных особенностей производственной линии «Пир» является возможность производства плит переменной толщины. Это позволит создавать уклоны на кровле. Материал для такой кровли стоит в два раза дороже традиционного, но, по словам министра строительства, особое внимание здесь необходимо уделять эксплуатации всего жизненного цикла и безопасности зданий и сооружений. «Более 70 стран мира, куда Технониполь начинает экспортировать свою продукцию, в том числе из этого цеха. И это гибкое реагирование на кризис, не кризис и так далее. Мы видим, что это достаточно серьезно, плюс хорошие заделы на Дальнем Востоке есть». «Появление таких предприятий становится якорем, неким стимулом для создания химических и нефтехимических производств. До сих пор у нас значительная зависимость присутствует именно по сырьевым компонентам для многих отраслей в сфере нефтехимии и химии. Чем больше будет таких заводов, тем более окупаемыми будут проекты по производству соответствующих нефтехимических компонентов». «У нас имеется много примеров, когда предприятия делают своеобразный заказ нашим учебным заведениям, подкрепляют эти проекты финансово и на выходе мы имеем нужных специалистов. То есть это очень важно и для студента, учащегося, это важно для предприятий, это важно для всех жителей, потому что есть гарантия, куда выпускнику устроиться, где работать, где получать хорошую зарплату». Продукцию «Технониколь» покупают в 70 странах мира. В России ПИР не пользуется такой популярностью и корпорации вместе с другими производителями занимаются его продвижением. Запуск завода позволит решить проблему импортозамещения и нарастить экспорт современных строительных материалов на зарубежные рынки. В Канищеве пруды молочного цвета. В сказку про кисельные берега и молочные реки жители микрорайона не верят и сообщили о необычном явлении в природоохранную прокуратуру. На место событий прибыли прокуроры, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и наша съемочная группа. Оказалось, необычный пруд находится рядом с подпольным цехом по производству молочной продукции. Странный пруд белого цвета образовался относительно недавно, но уже кишит опарышами. И, по словам представителей санэпидстанции, отравил почву. Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с полицейскими прибыли на место сразу же после звонка жителя микрорайона Семчина, который и обнаружил канаву, наполненную отходами молочного производства. Был произведен выезд на место. И установлено, что действительно на поле, внедалеке от улицы Семчинская и улицы Школьная, действительно во враге, находится жидкость визуально и по запаху похожа на жидкие отходы от молочного производства. Невдалеке от данного места расположен цех молочный. Будем анализировать результаты лабораторных исследований. Соответственно, будут проанализированы выводы специалистов, которые привлечены к прокурорской проверке. Помимо явного нарушения природоохранного законодательства, выясняется, что предприятие не имеет никаких разрешительных документов на работу. Молочная продукция изготавливается в условиях, не соответствующих санитарным нормам, да и хранится так же. При этом во время рейда не удалось выяснить, куда же в дальнейшем направляются контейнеры с творогом и другой, в простонародье, кисломолочкой. Где же они реализуются? Объемы внушительные. То есть на настоящий момент в цехе находится продукция готовая, в больших объемах, в частности творог. Вы пообщались с руководством цеха? Да, да, да. Действительно, предприятие не оформлено, индивидуальный предприниматель не оформлен. Вся деятельность осуществляется частным образом, со слов руководителя, вернее физического лица, который эту деятельность организовал и осуществляет. Исходным сырьем является молоко, которое собирается по деревням, то есть у физлиц так же. В общем-то, ну, с его слов, по крайней мере, так. Но производственные деятельности, технологическое оборудование и объемы, которые были обнаружены на месте, свидетельствуют о том, что это именно производственная деятельность, связанная с реализацией молочной продукции. Сейчас органами прокуратуры будет проводиться тщательное расследование, после чего будут приняты меры в отношении нерадивого молочного короля. И все же остается непонятным одно, как местные жители не заподозрили неладное раньше. Ведь специфический запах кислого молока наполнил воздух и наверняка уже успел проникнуть в соседние частные дома. Рязанскому клубу юных техников «Волна» почти 60 лет. Здесь работали кружки по авиамоделированию, радиотехнике и работе на станках. Сегодня клуб оказался под угрозой закрытия, и родители забили тревогу. Этому клубу на первых бутырках уже 58 лет. Он был открыт при приборном заводе. Занятия среди школьников, как и сейчас, проводились бесплатно. Сам клуб был одним из самых популярных мест дополнительного образования. Бессменным директором более 40 лет являлся Олег Ефремов, мастер спорта по водному туризму, главный судья первых соревнований в Рязани по туристскому ориентированию, человек, которому была небезразлична судьба клуба. Олега Васильевича не стало три дня назад, после тяжелого инсульта. На мой взгляд, связано. Потому что он очень переживал в связи с закрытием клуба. Слухи такие ходили, причем ходили вполне конкретными, с конкретными примерами, что вот не сегодня, а завтра клуб закроют. Но он, конечно, очень сильно переживал, потому что он всю душу вложил в этот клуб. Внук бывшего директора клуба Андрей Тарасов рассказывает, что когда-то здесь было до восьми секций. В клубе могли заниматься школьники всех возрастов. Для детей до шестого класса, кружки, мягкая игрушка и умелые ручки. Сейчас только они и остались. Для тех, кто постарше, кружки любителей кино, хоккея, футбола, картинга, авиамоделирования и радиотехники. К сожалению, преподавателей сейчас нету. Однако здесь осталось огромное количество радиодеталей. Причем радиодетали абсолютно рабочие, несмотря на их возраст. Они вполне могут быть использованы в учебном процессе. Это и резисторы, и конденсаторы. Огромное количество различных релей. Здесь есть все абсолютно. Я, наверное, все это время успел посетить все кружки и клубы, здесь, которые находятся. Довелось мне побывать и в радиокружке. Я занимался около года. За это время мне удалось освоить азы радиотехники. Научился программировать микроконтроллеры фирмы от Мега. В дальнейшем мне это очень помогло. И сейчас я студент третьего курса факультета учителя техники. И мы делаем вещи, которые в 8-9 классе я делал тут. Как мы видим, в клубе есть практически вся инвентарная база. Даже старенькие компьютеры. Классы сейчас попросту пустуют. Со слов работников клуба, после ухода любого из преподавателей, его вакансия сразу же снимается. В оставшихся двух кружках сейчас занимается около 100 человек. Периодически приходят целые группы от школ. Также любой ребенок может абсолютно бесплатно присоединиться к занятиям. Для них и продолжают работать трое преподавателей. Говорят, что держит их здесь вовсе не зарплата, которая, к слову, достаточно скромная. Мне очень нравится здесь. Эта атмосфера мне нравится. Мне нравятся эти детки. Мне вообще эти дети нравятся. Мне нравится с ними заниматься. Мне интересно. Я погружаюсь в какой-то мир детства. И я там с ними в этом мире летаю. Родители воспитанников уже написали обращение на имя директора приборного завода, а также обращение с подписями родителей к главе администрации Олегу Булекову с просьбой передать клуб в управление образования молодежной политики Рязани. Сейчас он уже не является собственностью завода. По неофициальной информации, с 1 июня клуб могут закрыть. Сотрудники предполагают, что это связано с недавней сменой руководства завода, которое, видимо, решило провести оптимизацию. Однако официальных распоряжений пока не было. Возьмутся ли городские власти за этот клуб, покажет время. Обращение принято к рассмотрению. Вместе с воспитанниками и преподавателями надеемся, что это решение будет правильным. Ведь, по сути, клуб «Волна» предоставляет одну из немногих возможностей бесплатного дополнительного образования для детей в городе. Клуб «Мечта», расположенный на улице Советской Армии, также имеет бесплатные секции. Но там специализируются на техническом моделировании и робототехнике. Большинство же секций в городе платные. Поэтому так важно сохранить возможность для наших детей развиваться всесторонне. В России, по данным СМИ, за последние полгода покончили с собой не менее 130 подростков, почти все из которых состояли в одних и тех же группах в соцсетях. Проблема суицидов детей является одной из наиболее острых на сегодня. Так, в Рязанской области за этот год пятеро подростков расстались с жизнью. Кто и для чего объявил войну нашим детям? И как вытащить ребенка из рук интернет-пропагандистов? Оксана Тебенихин попыталась ответить на эти вопросы. В ночь с 24 на 25 мая я проводил мониторинг соцсетей. Ко мне обратилась одна из гражданок Рязани, беспокоенных, которая случайно нашла страницу девочки-подростка, на которой были размещены материалы суицидального характера. Мною была проверена данная информация и в кратчайшие сроки проинформированного руководства центра и принято решение передать эту информацию в правоохранительные органы. Обижают в школе, не понимают родители. Все плохо и некому поддержать. Каждый из нас переживал порог юношеского максимализма. Многие молодые люди на этом и перестают задумываться о будущем. Точнее, не видят его радостным и достойным для себя. Как правило, не без посторонней помощи. В Рязанской области в этом году произошло пять самоубийств среди подростков. Чтобы дойти до точки роковой, ребенка очень тщательно к этому ведут. И сначала ему говорят, ты никому не нужен, у тебя не получается в школе, тебя там предки гнетут. Вот таким образом. Есть очень хороший выход. Ты взметнешь над небом, и все твои проблемы будут решены. То есть вот так подталкивают, подталкивают. Уход в мир иной для подростков – всего лишь способ постижения крайностей. Лет в 11 или в 12 ребенок начинает постигать себя не только сквозь призму родительских рассказов, но и под влиянием многочисленных социальных факторов. Мнение старших товарищей, первая любовь, первая ссора с другом, бездонный мир сети. Когда ребенок впервые входит в интернет, на него обрушается бесконечный поток запретного контента. К огромному сожалению, в сети бесконечно много сообществ и личностей, всегда готовых помочь подростку совершить непоправимое. В интернете действуют сотни клубов самоубийств. Агрессивная лексика, вульгарное поведение, яркие аллегории в самовыражении, желание выделиться из серой массы. Теряясь в оценках, ребенок испытывает дикий стресс. Его старый мир безнадежно рухнул, а новый еще не создан. В этот момент ребенок выберет правила жизни того, кто первым сумеет его повести за собой. Хорошо, если это будут родители. Ну а если это будет приспешник многочисленных групп самоубийств? Темные тона, непосредственно репосты групп смерти, посты в группах смерти, прогулки по крышам, разрезанные вены, кровь. То есть это уже момент того, что надо обратить внимание на ребенка. Обратить внимание и в социальной сети, и в повседневной жизни. То есть взять несколько факторов и собрать психоэмоциональное состояние. Я понимаю, что не все родители на это способны. Если чувствуют, что не могут определить проблему, надо обращаться к компетентным специалистам, психологам, психиатрам. Что делать родителям, чтобы успеть спасти своего ребенка, если он стал хмур, рассеянно замкнут? Вы должны выяснить, пусть даже скрытно, в каких социальных сетях и в каких группах он состоит. Выведать, что с ним происходит и чем он опечален. Выводите на разговор любыми путями, всеми правдами и неправдами. Если ребенок к разговору не проявил интерес, то ситуация серьезная, и без помощи психолога не обойтись. Не следует ребенка насильно отваживать от групп, тем самым вы его настроите против себя. Надо предложить ему альтернативу. Жизнерадостные, позитивные, одним словом, светлые места пребывания в сети. И помните, если подросток откровенно потерял интерес к радостям жизни, то дорога каждая минута, чтобы успеть предотвратить беду. Посмотрите, чем дышит ваш ребенок. Беда может исходить даже оттуда, откуда ее не ждешь. 25 мая отмечен в календаре как Международный день пропавших детей. В России мероприятие, посвященное этому дню, проходит повсеместно. В частности, в нашем регионе. Девятилетний мальчик из Дягилева ушел из дома и не вернулся, а говорят, не в первый раз. К поиску был подключен добровольный отряд. Нашли его через несколько дней на Казанском вокзале в Москве. Оттуда направили в больницу и далее к родителям. Эту историю нам рассказала Екатерина Мухина, уполномоченный по правам ребенка. Она же говорит, что в Рязанской области пропавших детей нет. Большинство находится. В нашем регионе на такие события моментально реагируют органы опеки, внутренних дел и следственный комитет. Также большую помощь в поисках оказывают волонтеры. Мы помогаем службам. Есть закон о волонтерстве. Там прописано, что полиция, МЧС имеет возможность использовать помощь волонтеров, добровольцев. Это все урегулировано. Никакой платы мы не получаем. Никаких официальных организаций у нас нет. Мы просто люди. Мы объединились между собой по каким-то навыкам, каким-то возможностям. Проходим между собой какое-то обучение. И при необходимости полиция, МЧС использует наши ресурсы для поисков людей. То есть зачастую сами заявки приходят не только от родственников пропавшего, но и от полиции. Как говорят сотрудники добровольного отряда, сегодня очень важно уделять внимание расклейке ориентировок и размещению информации в соцсетях. Для этого требуется наиболее подробный портрет и описание ребенка от родственников. Волонтеры расклеивают объявления и спрашивают прохожих. И здесь важно наше неравнодушие к чужой беде. Дети находятся благодаря одновременным усилиям многих людей. Сегодня будет проведен флешмод на театральной площади в память о пропавших детях. В 21 час у фонтана каждый рязанец сможет поучаствовать в акции «Зажги свечу», организованной волонтерами. Рязанцы зажгут свечи в память о пропавших детях с надеждой, что свет укажет дорогу потерявшимся. Также ожидается акция ОМКЦ. Мы в Рязани собираемся, говорим об этом, фотографии показываем. Люди, проходящие мимо, может быть, кого-то где-то увидят с фотографии и узнают. И в память о них будут пущены в небо белые шары. Кроме того, всем пришедшим раздадут памятки о том, как предотвратить возможную трагедию. Вот некоторые из них. Ребенок должен знать свое имя, возраст и адрес. Во внутреннем кармане одежды всегда должна быть ваша визитка. Когда вы будете учить ребенка, как ему поступать, постоянно делайте упор на то, что вы ни в коем случае не будете его ругать. Самое простое правило взрослые помнят еще с детства. Стой, где стоишь. Ему же необходимо научить и вашего ребенка. Так вам будет проще найти друг друга, если вы разменетесь в общественном месте. Обучая ребенка простым правилам с детства, мы сможем предотвратить не одну трагедию. Каждый год в России пропадает около 45 тысяч детей. 90% возвращаются домой. Родители оставшихся 10-ти будут жить надеждой. Рязанцы примут участие в соревнованиях «Солнечная регата». Команда конструкторского бюро «Аврора», которая уже зарекомендовала себя как лидер в российских соревнованиях среди мобильных роботов, в третий раз выступит в подобном проекте. В прошлом году рязанские инженеры заняли первое место, установив рекорд скорости для судов на солнечные энергии. Накануне прошли испытания лодки, ученые продемонстрировали свое творение и нашей съемочной группе. Эта лодка весит всего 350 килограммов. Она выполнена из алюминия и имеет подводные крылья, которые сделаны из нержавеющей стали. Судно покрыто солнечными батареями и может развивать скорость до 35 километров в час. Над созданием лодки трудились ученые конструкторского бюро «Аврора». Они же являются участниками российских соревнований «Солнечная регата». Сами соревнования несут несколько миссий. Основная миссия – это воспитание экологической культуры среди инженеров, потому что люди должны понимать, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют воду и выбрасывают свои отходы в воду непосредственно. Вторая миссия – это подготовка инновационных судостроителей, которая вписывается в национальную технологическую инициативу, объявленную президентом Путиным в 2014 году. Сейчас в России многие умы направляют свои усилия на создание новых энергетических установок на судах – экологически чистых и бесшумных. По сути, участники «Солнечной регаты» могут внести большой вклад в развитие отечественного судостроения. На создание этой лодки общими усилиями было потрачено 1 миллион 200 тысяч рублей, и она находится в стадии непрерывного совершенствования. Существуют общие принципы создания, а дальше доводка уже производится по месту. Вот сейчас, к примеру, мы покатавшись, мы понимаем, что у нас чересюр мощный мотор, и наш винт просто этого не выдерживает. Как вот можно создавать вещи, не проверяя их в деле? То есть вот элементарно даже, вот мы сейчас пришли к пониманию, что нам крылья немножко нужно будет переносить. Элементарно. А чертежи говорили другое. Именно эта лодка является победительницей предыдущих соревнований. Команда имеет еще одно судно, но в этот раз делает ставки именно на эту лодку. В «Солнечной регате» будут участвовать более 20 вузов страны из разных городов. Но стоит сказать, что рязанская команда радиотехнического университета вносит эксклюзив в состязание «Наше судно имеет подводные крылья». Среди российских команд мы первая команда, которая внедрили эту технологию, насколько я знаю, в настоящий момент также единственная команда, которая применяет подводные крылья. Для того, чтобы разработать эту конструкцию, нам пришлось обратиться к советской инженерной школе. И там у нас очень большое наследие как раз есть по этому направлению. У нас было много замечательных катеров, «Волга» на подводных крыльях, больших лайнеров. И вот этот плазнание, он сохранился. И в том числе было много исследований для таких маломерных судов. Вот они, катера и лайнеры на подводных крыльях, которые были запущены в серийное производство в России в конце 50-х годов. Ракета, метеор, комета, восход, циклон и многие другие – это результат работы великого советского кораблестроителя, создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. Россия обладала большим количеством таких лайнеров, однако с появлением мощных моторов, кораблестроение стало отказываться от подводных крыльев. Но сейчас, когда речь идет о применении солнечной энергии, идея по созданию таких лайнеров становится вновь актуальна. Катера двигаются не по принципу водоизмещающего судна. При разгоне они выходят на движение на подводных крыльях. За счет этого уменьшается соприкосновение с водой, как следствие, сила трения, что добавляет лайнеру скорость. В июне соревнования «Солнечная регата» будут посвящены памяти российского конструктора Алексеева. Пройдут они 12 июня в Нижнем Новгороде, в городе, где его помнят, где он и проводил свою работу. И очень символично, что рязанская команда представит свое судно именно на подводных крыльях. Так что надеемся, что в этот раз удача и яркое солнце будут сопутствовать нашим судостроителям. Период отпусков неумолимо приближается на радость россиянам. А между тем, у многих сам собой возникает вопрос, где и как его провести. Закрытие для туристов более-менее бюджетных направлений стало причиной задумываться о смене привычных мест отдыха. Где рязанцы будут отдыхать летом 2016 – узнаем из сюжета Александры Тамбовской. Несмотря на общие тенденции, поднявшийся курс валют и запрет въезда на территорию популярных курортов Египта и Турции, клиентуры у турфирм города меньше не становится. Однако все чаще рязанцы стали выбирать отдых на отечественных курортах. Как оказалось, бум-продаж по России начался с прошлого года. На Кавказ, Геленджик, Анапа. Планируем в Сочи. В Крым. В Крым? Да. На Варьевосток. На море, в Анапу. Ну, пожалуйста, Крепиковский район. Всем в лес на Арифу. В свете последних событий в Адлер. Я бы сказала, что уже пик продаж прошел. И июль и август продан на наших курортах Краснодарского края весь. От А до Я. Невозможно попасть уже ни в один из санаториев, баз отдыха, домов отдыха, либо пансионатов. В продаже остались либо удаленные места, либо дорогие места, либо наоборот какие-то частные мини-гостиницы, которые может быть неприемлемы для кого-то. Но основная часть номерного фонда – это Сочи, Адлер, Амеретинская бухта, Абхазия, Адлер – уже давным-давно проданы и забронированы на все лето. По турам в Крыму пока не видно увеличения продаж. Сотрудники туристических ферм предполагают, что основной причиной тому является отсутствие доступного железнодорожного транспорта. Самолетом готовы летать не все, поскольку перелеты не из дешевых. Также для россиян из домашних мест отдыха привлекательная республика Алтай, Карелия, Кольский полуостров, Камчатка. Однако там не всегда можно найти отельные базы, и кроме того стоимость ЖД или авиасообщения достаточно высокая. Как говорят сотрудники турфирм, это отодвигает их на второй план – после морских курортов. Говоря о заграничном отдыхе, сейчас лидируют по спросу туры в Грецию, Черногорию, Болгарию, Хорватию и Испанию. В этом году есть и явный лидер среди зарубежных курортов. Лидером по продажам на сегодняшний момент на период летних отпусков, естественно, является остров Кипр, республика Кипр. Это республика с мягким визовым режимом для россиян, практически его нет, вы не почувствуете это в виде оформления какого-либо. Плюс ко всему, с февраля месяца там уже возможно купаться, на воздухе температура приемлемая, это 30 градусов, уже и сейчас стоит. Фрукты, солнце, море, 4,5 часа лету. Естественно, он заменяет нам сейчас продажи по таким странам, как Турция и Египет, которые, к сожалению или к радости, мы не можем в этом году продавать и предлагать своим клиентам. В республике Кипр упрощенный визовый режим про визу можно оформить за 24 часа. Среди популярных безвизовых стран Таиланд, Израиль, Куба, Доминиканская республика и другие. Отправляясь в страны с визовым режимом, прежде всего нужно позаботиться о документах. Напомним, что с сентября прошлого года изменились правила получения шенгенской визы. Теперь стало необходимо личное присутствие подающего заявления в Москве для сдачи его биометрических данных. Доктилоскопия, отпечатки пальцев и сканирование сетчатки глаз. К слову, для загранпаспорта нового образца также потребуются отпечатки пальцев. Биометрический паспорт действует 10 лет и им не смогут воспользоваться злоумышленники. Вопрос, где отдыхать, дома или за границей, как всегда остается за каждым. В любом случае отпуск нужно заранее планировать, чтобы он как минимум не сорвался из-за отсутствия транспортных или жилых мест или недооформленных документов. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.tv. Мы обращаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Генеральный спонсор программы «Жилищный комплекс Дядькова». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от миллиона 150 тысяч рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс Дядькова надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова